Но из Кавалеровского района в Рео губернатор отправился в Ольгинский. Там он посетил школу, детский сад и районную больницу. Подробности в следующем материале. Рабочую поездку в Ольгинский район Андрей Тарасенко начал с посещения школы в поселке Тимофеевка. Здесь учатся 130 детей в классах тепло. Андрей Тарасенко посмотрел учебные кабинеты и поговорил с подростками. В Дом культуры ходить, хоть какие-то там танцы? Мы здесь все проводим. У нас очень большая классная работа проводится. Все праздники в школе. Проблема в том, что выпускники, поступая на такие специальности, как врач или учитель, не возвращаются на территорию. Во время общения с педагогами Андрею Тарасенко рассказали о том, что в Тимофеевке отсутствует социальная инфраструктура, нет нормальной спортивной площадки, сгорел Дом культуры. Часть школы разрушена. В Рео губернатор дал поручение главе администрации района срочно сделать проект новой школы и Дома культуры. При этом теснее работать с краевыми властями и не молчать о проблемах. Надо биться, сражаться за свой район. Также глава региона побывал в местном детском саду. Здание ветхое. Андрей Тарасенко дал поручение вице-губернатору Константину Межонову найти инвестора, который мог бы взять образовательное учреждение под патронаж. Мажите ручкой. До свидания. Также Андрей Тарасенко посетил центральную районную больницу. Глава региона осмотрел учреждение, пообщался с персоналом. Проблема, как и в школе, кадровая. У нас принят на работу врачи лабораторной диагностики, стоматолог-доктор и врач-нарколог. Кого еще не хватает? Не хватает невролога, дерматовенеролога. Терапевтов надо еще три человека. Хирург должен быть у нас штатный. Врачи хотят поехать работать в Ольгинский район, но жилье им готовы предоставлять на коммерческой основе. Сейчас глава администрации и главный врач должны вместе проблему решить. Ведь свободное муниципальное жилье в районе есть. После посещения социальных учреждений Андрей Тарасенко провел личный прием граждан и встретился с предпринимателями и депутатами. Также глава региона посетит поселок Моряк-Рыболов, где проведет совещание по развитию портовой инфраструктуры.